Глядя на карту Европы, мы видим множество стран, но нашу страну-героя не видно даже с микроскопом. Она настолько мала, что возможно даже меньше вашего жилого микрорайона, если вы, конечно же, живете в квартире. Эта страна – Ватикан. Между прочим, еще в античные времена территория Ватикана не была заселена, так как в Древнем Риме это место считалось святым. Сегодня оно также считается святым местом для католиков. Официальное название страны Ватикан впервые было использовано еще в литеранских соглашениях, заключенных 11 февраля 1929 года, между Святым Престолом и правительством Италии, между прочим, во главе знаменитым Дуччи Бенита Муссолини, которые установили статус современного города-государства. По сути, это дата независимости от Италии и страны Ватикан. Между прочим, название страны было взято от Ватиканского холма, итальянское Монте-Ватикану, на котором и расположено само государство. Официальное же современное итальянское название Ватикана означает в буквальном переводе «государство-город-Ватикан». Также меня заинтересовала форма правления Ватикана. Она довольно-таки странная и редкая. Это абсолютная теократическая монархия. По сути, государство регулируется религиозными нормами, а монархом является государственный секретарь Ватикана. Это такая должность. Высшее административное должностное лицо при Святом Престоле. В современном мире, кстати, такая форма правления почти нигде больше не используется. Она очень-очень редкая. Флаг Ватикана был принят в 1929 году, еще тогда папой Пием XI. В год подписания как раз-таки и латеранских соглашений и создания независимости государства. Флаг был создан по образу флага Папской области. Образца 1808 года. Он необычный немного, не прямоугольный, как большинство флагов, а по сути квадратный, состоящий из двух вертикальных полос, желтой и белой. В центре же белой полосы герб Ватикана. Два скрещенных ключа под папской тиарой. Кстати, флаг Ватикана даже находился на борту Аполлона 11-го. Вот вы видите в музее Ватикана, как он выглядит. Что касаемо географии страны, Ватикан расположен на Ватиканском холме в северо-западной части Рима, нескольких сотнях метров от Тибра. Со всех сторон это крохотная страна Ватикан, окружена территорией Италии. Общая же длина государственной границы составляет всего-навсего 3,2 километра. И в основном эта граница совпадает с оборонительной стеной. Это как у нас, например, в России, в Москве, на Красной площади, располагалось бы отдельное государство с названием, ну допустим, Московия. Все равно оно получилось бы даже немного больше Ватикана, около полукилометра квадратного. Практически все население Ватикана – это подданные Ватикана, имеющие паспорт и являющиеся служителями католической церкви. Паспорт же под номером один, ну то есть самый первый главный паспорт страны, традиционно выдается действующему папе, который не имеет права при этом иметь никакого другого гражданства или подданства, кроме подданства Святого Престола. Жителей Ватикана проживает всего 825 ватиканцев, по состоянию последних данных. Официальным языком являются итальянские и латинские языки. Население официально придерживается религии католицизм. Что любопытно, в 2005 году в Ватикане было зарегистрировано 111 браков. При этом Ватикан является единственным государством в мире с нулевой рождаемостью. Как Ватикан себя содержит в плане экономики? В первую очередь доходы идут от пожертвований католиков со всего мира. А это немало. Часть же средств составляет туризм, продажа почтовых марок, ватиканских монет, евро, сувениров, плата за посещение музеев. Что интересно, в Ватикане нет аэропортов. Но есть зато своя вертолетная площадка под названием Ватиканский Гелепорт. Имеется даже своя железнодорожная ветка длиной всего лишь 852 метра. И даже вокзал, построенный в 1932 году с юго-запада от собора Святого Петра. Ватиканская железная дорога соединена с сетью итальянских железных дорог. Также в Ватикане есть своя радиостанция, построенная в 1931 году. Радио вещает аж на 47 языках. А с 1949 года в структуре Ватикана работает и свой телевизионный канал. Канал СТВ. Центр телевизион Ватикана. Собственных операторов сотовой связи у Ватикана, к сожалению, нету. Поэтому Ватикан подписал договор с итальянским оператором сотовой связи ввода в фонд. Кроме того, Ватикан имеет свою собственную почту. Так что ваши письма до Папы Римского дойдут, если вы решите ему написать. Что касаемо армии. До 1970 года она какая-никакая была. А уже с 1970-го ее как таковой уже нет. Есть небольшая швейцарская гвардия, которая подчиняется непосредственно святому престолу. Что интересно формально, процентом соотношений Ватикан является самым милитаризированным государством в мире. Я не шучу. По данным, например, за 2005 год из 557 граждан тогда было 101 военных на действенной службе. Что составляло порядка 18% населения военных. А это более чем в три раза перекрывает показатели второй по милитаризации страны мира, Северной Кореи, у которой 4,9% населения были военные. Представляете? Получается у вас действительно. Умеете. Могете просто. У Ватикана есть даже свой домен .va и даже два сайта Ватикан.va и Ньюс.va. Но, к сожалению, ни на один из этих сайтов я так и не смог зайти. Не знаю почему. Может быть я грешен. Сами проверьте. Если зайдете, значит вы святой практически что человек. Это же ангел! Да ладно, ладно. Я шучу. Зашел-то я на сайт Ватикана. Вполне себе милый сайт с добрым дядькой и папой римским. Кстати, если будет у вас желание, то почитайте энциклику о нашем мире от Франциско. Любопытное чтиво, скажу я вам, есть над чем подумать. Вот такой он, Ватикан, город-государство. Маленький, ну удаленький, скажу я вам. Государство само себя содержит, у него есть свои обычаи, традиции, довольно-таки любопытная история. Много всего интересного Ватикана. Если вам понравился выпуск, то не поленитесь поставить лайк и подписаться на канал Бизарр Ворлд. Я обязательно сделаю еще множество интересных видео про разные страны. Страны, о которых мало кто говорит, мало есть информации. Я постарался сделать вот такую вот выжимку интересную. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Макс. Увидимся в новых роликах на канале Бизарр Ворлд. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok